Добрый день, друзья! С вами шеф-повар Олег Кальков. Сегодня я хочу показать вам, как можно закоптить рыбу в эко-тандыре. А коптить рыбу мы будем в момент, когда тандыр уже остывает. А закоптим мы сегодня щуку и окуня. Добрый день, друзья! Для того, чтобы щепа не загорелась под воздействием температуры, чтобы она намокла, рыбу мы предварительно засолим крупной солью, вот так вот, не жалеючей. Причем рыбы не потрошеные. Я не потрошу рыбу, тогда она остается сочнее. Рыбу возьмем столько соли, сколько ей нужно. И оставим на 2 часа. Мы оставляем рыбу с чешуей, потому что чешуя после копчения легко снимается. Так, друзья, рыба просолилась и готова к копчению. Для копчения я буду использовать решетку грильф подвесную. Она же полочка, это жирка. Что я сделаю? Нижнюю часть застелю листьями хрена. Для чего? Чтобы жир, который будет капать с рыбы, не попадал на жаро отсекать и не горел. Теперь щипа. Перекладываю щипу в железную мыску. Остаток воды сейчас солью. Ее мы помещаем вот сюда. На самую нижнюю решетку полочки, на вторую полочку мы поместим большую рыбу. Вот так рукой снимаем остатки с соли. Сворачиваем рыбу кольцом. Теперь рыбу что помельче, а это окунь и маленький щуренок. Кстати, у маленьких щурят самые вкусные нижние из мяса. Поэтому я всегда копчу. Мы помещаем сверху, чтобы меньше жара на них воздействовало. Сейчас у меня температура около 250 градусов. Но поскольку там бир полностью не пробит, он будет быстро остывать. А я сейчас поставлю еще дополнительно жаро отсыплятин. Поставлю его на уголь. Так. Накрываю рыжкой. И закрываю маленькую крышку. Обычно копчение занимает 40 минут. Что ж, друзья, прошло 30 минут. Давайте посмотрим, что с рыбой. Но она явно готова. То есть по ней видно. Итак, друзья, мы их приготовили с вами на скрывающем тандыре. При начальной температуре 250 градусов. Рыбу горячего копчения. Две больших щучки, одна маленькая. Один окуньев. Так можно приготовить любую рыбу. Ну, а с вами был шок-повар для кольков. Готовьте на тандыре 200 градусов. Готовьте на тандыре 200 градусов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...